Рецессия третьего класса. Это мой пациент, очень давний, история тоже очень давняя. Мы начинали с ним когда-то вообще с другой историей. Он за эти годы уже поменял место жительства, наконец-то переехал в Санкт-Петербург. В общем, теперь иногда бывает у меня. Он категорический противник забора своего собственного трансплантата. Почему-то его этот категорически смущает. В его случае мы все время используем либо его какие-то ткани, либо дворную ноговую оболочку. Здесь обратите внимание, образия. Здесь корональное смещение будет сочетаться с латеральным перемещением, потому что вот эта рецессия в области зуба 16, щечный корень, она уже такая не очень хорошая. Но это вот фотографии боковых участков. Это, к сожалению, максимум какой-то из этого, что можно вырвать. Я обращу ваше внимание. Видите, это уже препарированная часть в области рецессии вот этого щечного корня. Она здесь удалена в свободное и она готова к шитью. Да. Сейчас мы вернемся. Подождите. Обратите внимание, он полнослойный в области рецессии. А здесь, ну просто, к сожалению, вот это качество. Видите, здесь на костнице со соединительными тканами волокнами. Это твердомозговая оболочка, обработка зубов. Все, ничего не меняется. Вот фиксация пластического материала между зубовым сосочком. Ушивание этой смерти шло. Я очень расстроилась. Мне вообще совершенно не понравилось. Особенно мне не понравилось вот это место. И оно здесь флотировало на через 14 дней. Я как-то так стала с собой недовольна. Но решила, что уже как бы делать. Будем наблюдать. В общем, спустя, как я сказала, за эти годы пациент поменял множество локаций. Это вот так вот все себя вело. Потом вот так вот все себя вело. Все вам это покажу. Слушайте, ну вот. Вот этим все закончилось. Но самое замечательное, что в этой ситуации произошло. Рецессии у него пусть не все устранились. Какие-то образы увеличились. Но это связано с определенной его стираемостью еще тоже. У него выросли сосочки. Хотя это не подразумевалось. По методу коронального смещения они не выращиваются. Но у него от препарирования, от вмешательства все это перешло просто вот в первый класс рецессии. Он ничего повторять уже не хочет. Это спустя лет шесть фотографий сделано. То есть это длительный такой период мы прошли с ним. У него тоже благоприятное на самом деле, что с ним. У него биотип очень такой средний толстый, хороший. Не везде, но вот на верхней челюсти, да. Вот опять примерка. Абсолютно классическая история. Корональное смещение. Два вертикальных разреза. Вот здесь видите, они такие тоже биотип приличные. Они тоже как хвостики их получилось вырезать. Обработка корня. Смотрите, сколько он снимает после того, как вы его обработали. Сколько здесь остается на перете. Этот дефект был прооперирован с применением. Вот бор, как раз полировочный этап. Видите, фиксация твердомезговой оболочки. А это вот через два года результат. И все стабильно, на месте, прикрепленное одесна. Это пять лет спустя. Это моя постоянная пациентка. Она у меня лечится очень много лет. Поэтому мы... Обратите внимание, какое у меня, да, вот здесь вот плотное, прикрепленное. Крепление везде есть и... А они шинированы, что ли? Зубы зашинированы, но не по причине. Они неподвижны. Там причина другая была. У меня личные страдания от ортопедов. Десну, которая была подготовлена в области 16-го зуба, в области 6-го зуба. И вы, кстати, любите внимание, что вот этот вот маргинальный край, то есть вы его слегка тоже иссякали там, и здесь тоже иссякаете, или маргинальный вот край десны? Вы же когда отщепляете, это же надрез у вас... Конечно, конечно, конечно. Это уже вот... Пока это вот такое качество. Ну, абсолютно адекватные все результаты, что с твердой мозговой оболочкой, они сопоставимы с применением свободного десневого трансплантата, детализированного. Ну, только, конечно, нужно соблюдать алгоритм и понимать, думать, куда вы что ставите, какой вы хотите результат получить, и какой результат получите. Вот правильно. По карманному перемещению вопросы остались у вас? У вас понятно. А вот имплантат, который у нас был, где вы делали в тренировательной весны, уже давно было. Там, где мы везде было пластику делали, да. Я вот всех спрашивала, есть ли у вас вопросы? Я все думаю. Вот, а подскажите, пожалуйста, это имплантат только свежий можно так сделать, или это еще можно... Любой. Какая разница? Ну, не имеет значения. А что, он не свежий, у него это... А сетри на третьей свежести, что ли, это считание? Ну, может быть, витки уже все пропитались, там, не знаю, где-то, пищи, инфекции, что-то... А здесь? Закрыт. А здесь не пропитались? Вот я открыла, они все пропитались. У вас, если доступ витков с полости рта был, о чем речь? Здесь-то это все под лоску там было, здесь же был ушед полностью сначала... Ну, условно стерильное все очень условное. Условно, да. Ну, потому что там пищи-то не было. Нет, пищи, гноя там не было. Да? Хорошо. А, вы хотите сказать, что мы не успеваем? 5 минут до обеда, нет? Мы не успеваем, латеральное перемещение до обеда. В общем, как раз, куда сделаем? Я отвечу на вопросы по крональному смещению и на все остальные, раз вас 5 минут до обеда, да? Не начинать новое, ничего. Если у вас витки имплантата контактировали с полостью рта, вы просто эту очистку усиливаете. А сроки установки имплантата и давности не влияют на хирургическое вмешательство. И у меня есть коллеги, которые, например, очень давно установлены имплантатой и делают или длительно контактировали с полостью рта. Эти витки просто спиливают, чтобы вообще убрать ретенционные зоны. Да, как такое... Есть же имплантаты с полированными шейками? Вот делают из него... Такие черные для ортопедов я один раз делала, мне надо было, я брала. У меня таких обычно нет. Я чем-то конусным таким делала, мне что-то ассистентовало. Я просто один раз всего такое делала, обычно как-то мы обходились, а тут мне очень не понравилось, мне было его как-то не дочистить до конца, я убирала вот сами витки. Но они... Там был агрессивный имплантат, то есть у него их немного, да, они не частые, они никак припасивные. А что-то такое, как рандофлекс, вот такое, что-то много ли у них? Это порошки какие-то. Ну да. Я вообще не сторонник в ранах использовать такие вещи. Вот, да, и в этом как бы все. Можно попробовать, если крем на глицинный порошок. Я проводила эксперимент. Как? Нормально прирастает. Ну, правда. Есть просто боковая поверхность, куда очень сложно. Есть, да, я согласна с тобой. Там как раз хорошо это прочищает. Пусть так убрали бы все. В общем, если свой имплантат, то чистим, да? Нет, я чужой чистим. Я все чищу. Я не разбираю. Чистим эпином. Все, и все. Ты в море внести? А хорошо. Это в море есть такой плотный, чтобы потом, ну, я знаю, там 2 миллиметра, 3 космоткани. Да. Оно и так появится у вас. А если у нас еще были космоткани, соответственно, горизонтальные, как его до сверху перекрыть, что же получается, с дозумщечной стороны, и еще зайти из-за язычной стороны. Вы имеете в виду, что у вас вертикальный дефект, в области имплантата. Здесь надо тогда оценивать, насколько разумно его сохранять. Это самые сложные, курируемые имплантаты, вот эти дефекты в области имплантата. Надо индивидуально принимать решение, насколько будет актуальна сохранность этого имплантата, и с какими потерями вы его удалите и переставите новый, если, например, ваш никому, ну, там, не приведи бог имплантат. Тут такой весы разума должны сыграть, как бы, да, вот, насколько это потребит. Ну, заполированные шейки живут и оправдывают себя. Ну, для этого и был создан, на самом деле, чтобы выживать. Да, да. Есть такие, ну, истории, вот я видела, у меня очень много таких пациентов, которые приходят, на самом деле, те, у которых уровень индивидуальной гигиены хороший, у них все в порядке. Ну, я таких пациентов не лечу. Может быть. Нет, я их воспитываю. Если они не воспитываются, они уходят. Понятно, что это питание, да. Понятно. Но, а вы не знаете, почему это... Ну, у них много там этих пинов, видите, пока не израсходуют, будут пины. Потом будут пшить. Шовные же дешевле, мне кажется, чем пины. Ну, что? Да. Да. У нас есть специфика, у нас тоже самое работе с имплантатом. Это у нас язычность. Если идет, это сезон. Есть. Да, да. Господи, я сейчас закрыть и чистить зубы. В автопедии закройте, чистить зубы. К сожалению. На небе вы не можете переместить ничего? На небе. Я поняла. На нижней челюсти. Я пробовала эти рецессии устранять. У меня получилось один раз у одного единственного пациента. Там, знаете, какой был бонус? Это был 36-й зуб. У него очень высокий альвеоляр, свой собственный, такой мощный мужчина, крупный. и у него до всех вот этих вот структур подъязычных, да, о которых мы с вами говорим, было очень много места. И у меня получилось так мобилизовать эту язычную поверхность в весны, чтобы ее и подтянуть вверх, и проложить там, ты можешь. Конечно, я трансплантат даже не стала думать о техническом очень сложном. Но операция непростая, я вам могу сказать. У остальных, вот у кого не было вот этого запаса альвеоляра, когда ты сразу оказываешься вне полости рта. Ну, ну, не бесполезно. Игорь, может быть, вы и сделаете, ну, стремновато там работать. Я, как бы, не люблю эти вещи. Это уж совсем для для своих. Несмотря на то, что все равно ты, может быть, отжимаешь сосуды, все равно это, как бы, так тревожная работа. не все могут это. Я почему это не транслирую, да, я не хочу. Я поняла. Сколько витков? Два, ну, может быть, и можно закрепить. это какой зуб? 6, он оба? Оба? Оба, оба? Ну, просто позиция. А, ну, где метр позиции. А уже коронка стоит? А можно снять? Снять, заглушку поставить. Заглушку не ФДМ на полтора месяца вообще отпустить гулять, придет, посмотреть, что там, и, может быть, перевернуть лоскут с вестибулярной стороны, посмотреть, расщепиться и туда подвернуть ее. Так можно сделать. Спасибо. Спасибо.